Ну а когда коммунальные неурядицы не отвлекают, можно и в интеллектуальных баталиях сойтись. В Мурманске любой желающий сможет окунуться в атмосферу игры «Что, где, когда», почувствовав себя настоящим знатоком. Наверняка многие, кто знаком с интеллектуальной игрой «Что, где, когда», хотели бы хоть раз оказаться на месте участников клуба. Почувствовать себя настоящими знатоками в самом разгаре мозгового штурма, сидя в элегантном костюме за зеркальным столом с волчком. Такая возможность может появиться у жителей Мурманска. Очень много людей хотят попасть в эту сказку. А мы эту сказку хотим людям дать. Просто точно так же будет тот же волчок, круглый стол, шесть человек за столом, ведущие наши знатоки, музыка, вот всё, весь антураж. По задумке представителей телекомпании «Игра-ТВ», которая как раз и занимается организацией и съёмками знаменитой интеллектуальной передачи, в Мурманске будут расположены площадки. Сюда смогут прийти все желающие, чтобы приобщиться к клубу знатоков. Эту идею поддержал глава города. Конечно, это зрелище. Это зрелище, не уступающее по накалу действительно серьёзным спортивным соревнованиям. И поэтому то, что мы сегодня встречаемся с телекомпанией, для меня это очень важно с точки зрения популяризации города как такового. Ведь не все знают, что Мурманск на таком высоком уровне развития своего стоит. Интеллектуальный уровень у мурманчан действительно высокий. Это доказывают многочисленные турниры, в которых принимали участие северяне. Кубок Арктики – ежегодное международное состязание, включающее в себя такие известные игры, как «Что, где, когда», «Брейн Ринг» и «Своя игра» стал брендом российского севера, закрепив позицию Мурманска как интеллектуальной столицы Арктики.